Здравствуйте, дорогие аграрии! В течение пяти недель на нашем канале выходили подкасты «Пять вечеров про сою». Серия подошла к концу, но разговор о сои не закончен. В рамках проекта мы записали интервью с авторитетным аналитиком, генеральным директором ИКАР Дмитрием Рылько. В нем Дмитрий Николаевич рассказал о том, что происходит на рынке масличных и какие позиции занимает российская соя. Надеемся, что этот доклад вдохновит вас возделывать одну из самых востребованных сельхозкультур. И, пользуясь случаем, приглашаем вас на девятую соевую конференцию, которая состоится 20 ноября в Краснодаре. В мероприятии организовано селекционной компанией «СОКО» и семеноводческим хозяйством «Артель». Не упустите шанс поговорить с лучшими экспертами по сою. Вход для сельхозпроизводителей свободный, но мы убедительно просим вас заранее зарегистрироваться на эту конференцию. Ссылка в описании к этому видео. Я приготовил несколько слов. Я вам несколько слов хотел бы сказать о такой общей ситуации в мире и то, что происходит в нашей стране. И попытаться ответить на ваш вопрос, что, собственно говоря, будет, чем мы можем ждать от сезона. Так вот, сейчас на мировом рынке господствуют два прямо противоположных ключевых тренда. Оба касаются сои. Соевое масло, оно идет вверх, очень серьезно на мировом рынке, так же, как и все цены на все раст масла. А вот здесь вот на слайдике очень хорошо видно, что на двух слайдиках соевое масло, пальма, рапсовое масло, подсолнечное, естественно. Все они в последние недели, и даже, я бы сказал, дни, они прут, что называется, вверх. Очень серьезно. Значит, в основе этого находится несколько факторов. Во-первых, это сокращенное предложение, все-таки все видят сокращенное предложение подсолнечника и, соответственно, подсолнечного масла из двух ключевых регионов мира, которые доминируют на этом рынке. Это первое. И второе, это все-таки продолжение вот этого биодизельного мандата и его усиления даже в странах, которые работают очень серьезно с биодизелем, значит, это Индонезия, значит, у них мандат 40, значит, то есть 40% биодизеля добавляется в топливо, в дизель. И Соединенные Штаты Америки, где в течение уже нескольких лет активно работает программа по производству так называемого нового биодизеля, там построены и строятся новые заводы. Это все-таки демократические штучки, американские, и это тоже очень серьезно влияет на спрос, на рост масла, значит, и пальма, и подсолнечник здесь в этом году находятся не в самой лучшей форме. И все это ведет к тому, что буквально вот последние недели, даже дни, подсолнечное масло, например, очень серьезно выросло в цене, и есть высокая вероятность, что оно и будет расти, а вместе с пальмой и подсолнечным маслом вверх двигаются и все остальные масла, в том числе и соевое. Что касается широтов, сою, как известно, выращивают прежде всего для получения высокобелковых кормов, широтов, там у нас полножирка, значит, так вот здесь тенденция прямо противоположная, значит, цены идут, идут, очень серьезно идут вниз, за счет того, что ожидается, что в мире будет очередной рекорд урожая по сои, как в Соединенных Штатах Америки, так и в Южной Америке. Теперь, что касается производства сои, то мы, конечно, были в ожидании более высоких результатов по сезону, мы думали, что наша страна перемахнет за 7 миллионов тонн производства, впервые в своей истории, значит, этого не случится, поскольку, ну, серьезно подводит нас восток страны, где из-за погодных катаклизмов недополучен большой объем, вы сейчас увидите на следующем слайде, и наша текущая оценка в результате это примерно 6 миллионов 900 тысяч тонн, все равно рекорд, в прошлом году было меньше, но вот, тем не менее, это будет, в прошлом году было 6 миллионов 823, если судить по данным Росстата, в этом году мы считаем, что это будет примерно 6 900, все равно рекорд, но меньше, чем мы думали. Значит, теперь, вот как-то все распределится по макрорегионам, у нас центр и Поволжье дадут очень серьезную прибавку, значит, Урал и Сибирь дадут очень серьезную прибавку, значит, там будет рекордный урожай, и в центре, и в Поволжье. Что касается вот Юга, то Юг по понятным причинам, значит, в связи с серьезной засухой, значит, подводит нас, и очень серьезная просадка будет на Дальнем Востоке, там на 300 тысяч тонн получит в этом году меньше. Значит, теперь, если посмотреть на баланс по СОЯ, здесь ситуация, может быть, сам баланс, он не очень хорошо все объясняет, потому что есть большая проблема с качеством, уже второй год подряд на европейской территории России, в центре, значит, мы не видим достаточного протеина, значит, очень много идет бобов с низким содержанием протеина здесь, рынок, как и в прошлом сезоне, выстроен, так сказать, по крайней мере, есть три уровня цены, за высокий протеин, за, значит, средний протеин и за низкий протеин, и это, вот эта система, она будет работать, скорее всего, и до конца сезона. Тем не менее, общая загрузка, значит, у нас по СОЯ, заводов по переработке СОЯ увеличится, внутренняя переработка достигнет примерно 6 миллионов, 660 тысяч тонн, это будет рекорд, значит, и, скорее всего, сохранится, мы думаем, что сохранится довольно высокий уровень импорта, потому что, ну, нужен высокий протеин, значит, импорт, мы оцениваем, что будет примерно миллион 400 тысяч тонн, хотя, тут есть, остаются большие вопросы, потому что нужно, чтобы правительство, так сказать, поменяло свое государственное регулирование, и у нас получилось, чтобы можно было импортировать, чтобы можно было импортировать, начиная с января 2025 года. Значит, экспорт, он может сократиться, в связи с тем, что у нас снизится урожай на Дальнем Востоке, и, кстати, еще одна вещь про Дальний Восток, такая большая неприятность вот среди вот этого урожая, она стоит в том, что очень много зеленой идет сои, она тоже должна отбраковываться, она, так сказать, никуда ни на что не годится, а сои, вот это соезжание, значит, зеленой сои, оно очень высокое в этом сезоне. Значит, теперь к балансам, значит, мы уже давно пришли к выводу, что нам нужно относиться к соевому рынку в нашей стране, как, на самом деле, к двум рынкам, и рассматривать их, в общем-то, отдельно. Значит, первая часть, это европейская территория России, европейская территория России, и второе, это, ну, в основном, это Дальний Восток, конечно, но довольно много и Сибири, довольно много и Сибири теперь. Ну, основа вот восточной части страны, это, это все-таки Дальневосточная соя. Если говорить вот о Дальневосточной сои, то она традиционно у нас ориентировалась на китайский рынок, значит, но вот в этом сезоне и в следующем сезоне и вот в течение двух, так скажем, трех ближайших сезонов там будет происходить, наверное, грандиозная перестройка в этом сезоне. Значит, проблема Дальнего Востока, кроме низкого урожая, состоит еще в том, что Китай очень слабый, значит, рынок очень слабый, значит, им в этом году особо неинтересна наша негамоошная соя, несмотря на то, что вроде как они были, проявляли к этому интерес, и традиционно наша негамоошная соя, она составляет довольно большой, большую долю, вот этот маленький наш объемчик, около там миллиона тонн, который мы отправляем в Китай, он составляет довольно большую часть в китайской негамоошной сою, которая выращивается в северных провинциях. Вот Китай в этом году нехорош, и наша дальневосточная соя, она готовится к, скорее всего, такому огромному, длительному, очень дорогому путешествию на рынке западной части нашей страны. Что касается западной части нашей страны, то здесь, да, а в следующие сезоны мы ожидаем, что будет построен завод компании Содружества, может быть, к этому делу подключаться и другие компании, и там будет очень серьезная переработка, и там вообще будет очень серьезное изменение вообще всего этого рынка, и баланса этого рынка по словам. Теперь, что касается европейской территории России, то здесь постепенно, постепенно идет такой плавненький, но последовательный переход от так называемого импортного паритета по цене к экспортному паритету. Что это означает? Что традиционно на европейской территории России мы выращивали сои гораздо меньше, чем нам было нужно для покрытия наших потребностей нашего животноводства. Поэтому был очень серьезный импорт. Импорт сои, соевого широта, потом это все перескочило просто в сою, но вот вы видите на этом слайде, что большие объемы, значит, это было больше 2 миллионов тонн, потом это все, теперь это 1,4 десятых, но импорт потихонечку продолжается, хотя он по идее должен потихонечку сокращаться. И при этом идет потихонечку наращивается экспорт сои и соевых продуктов, но теперь это соевые продукты, поскольку соя, значит, у нас теперь с тарифом экспортным закрыт, экспорт по сути мы стали неконкурентоспособными по сравнению допустим с соседней Украиной, которая продолжает экспортировать сою, прежде всего на турецкий рынок, здесь у нас наши возможности ограничены по экспорту сои, но зато был, есть и наращивается постепенно экспорт соевого широта, соевого широта, это Беларусь, это Турция, это небольшой рычеек в Иран, значит, Средняя Азия, Средняя Азия и так сказать, ряд других стран. Так вот, в рамках вот этого перехода, значит, у нас получается довольно такое серьезное изменение ценовой конъюнктуры, оно связано с тем, что, когда вы импортируете товар, что я уже неоднократно рассказывал, ваша внутренняя цена должна быть выше той цены, по которой основные экспортеры продают свою продукцию, плюс транспортный тариф. То есть, вы должны привлечь эту сою с какого-то экспортного рынка, и для этого вам нужно поднять внутреннюю цену. А когда вы экспортируете, все наоборот, допустим, наши зерновые, это все наоборот, наши цены самые низкие в мире, в рамках того, что мы являемся крупнейшими экспортерами пшеницы и ячменя в мире. А вот сои, тут получается на этом слайде довольно неплохо видно, что у нас стартанули мы с момента, когда наши цены обычно на сою в центре были выше, чем у тех стран, из которых поступает импорт, в ключевые месяцы, годы, когда идет импорт. Заканчиваем сейчас такими уже сезонами, начались такие сезоны, когда наши цены уже ниже, цены, потому что у нас мы постепенно двигаемся от нейтрального к экспортному паритету. Это довольно такая интересная история, потому что она показывает, что не все однозначно, многие страны стремятся к самообеспеченности, и в рамках этого стремления нарываются на так называемый экспортный паритет, когда внутренняя цена у вас уже перехлестывает, что называется, и вам нужно опускаться вниз для того, чтобы двинуть ваш продукт на экспортные рынки. Это довольно больно. Это довольно больно. С этим столкнулась и наша зерновая отрасль, с этим сталкивается птицеводство наше, но многие отрасли, они вот либо уже прошли через этот период до сахара, кстати, там же, когда нам нужно миллион тонн выкинуть куда-нибудь за пределы нашей страны, и для этого нужно опустить внутренние цены на сахар, чтобы наш товар был конкурентоспособен на зарубежных рынках. Это тоже нужно иметь в виду. Так вот, почему это важно? Как только страна доходит до нейтрального или экспортного паритета, наши цены выравниваются или даже становятся ниже мировых. Понимаете? Последние годы СОЯ у нас продавалась с хорошей премией, там была очень хорошая рентабельность. И нам очень важно всем не прозевать момента, когда эта рентабельность потихонечку снижается, потому что товар становится, мы достигли уже такого уровня производства, что нужно уже думать, куда девать излишки. Пока этого нет, если посмотреть на эти слайды внимательно, пока этого нет, пока мы много импортируем, но если такими темпами пойдет развитие нашего соевого комплекса, то тогда что называется «Привет горячий», будем думать, куда продавать нашу соевые продукты. Теперь как идет, развиваются цены сейчас на сою по макрорегионам. Здесь очень хорошо видно, что хотел выделить два момента. Первое, что у нас теперь юг частенько продается уже с некоторым дисконтом или на уровне центра. Дальний Восток за неимением китайского рынка в этом сезоне, или такой китайский рынок есть, конечно, но он такой очень слабенький, неинтересный. Смотрите, вот он, Дальний Восток у нас опустился до таких уровней, которые начинают уже позволять дальневосточным производителям думать о транспортировке своей сои на рынке европейской территории России. И это болезненно. Это болезненно. Очень. Но здесь показано, куда мы экспортируем соевые широт и соевый жмых. Я хотел бы обратить ваше внимание опять на некую проблему. Она связана с тем, что, как вы знаете, Западная Европа закрыла свои рынки для России по сути запретительными импортными тарифами на все продукты нашего комплекса по производству растительных масел, сырья для них и широтов жмыхов. И вот куда-то нужно будет думать, куда пристраивать вот эти свыше 200 тысяч тонн, которые ежегодно наша страна отправляла на эти премиальные рынки. Кто здесь может быть? Это перечислены эти страны. Это Турция, Белоруссия, Узбекистан, прочие страны союза независимых государств. И здесь нужно понимать, что всегда в таких случаях речь идет о том, что мы теряем премиальный рынок и плюс еще транспортный тариф не совсем не такой интересный. И последний мой слайдик. Это на злобу дня, что будет с ценами. еще раз, если взять общую картинку, то на сегодня она выглядит следующим образом. Весь мир находится в довольно серьезных панических настроениях по поводу того, что подсолнечника мало из России и Украины. Подсолнечного масла мало из России и Украины. Мы видим, что по сути свернулось в нашем регионе международная торговля подсолнечником с Черного моря. Уже у нас ни Украина, ни Румыния, ни Болгария. Купить подсолнечник становится практически невозможным для турков. Допустим. Все перешли на масло. Аграрии во всех наших странах придерживают подсолнечник, ожидая дальнейшего роста цены. Но здесь нам с вами нужно понимать, что по подсолнечнику у нас начинает уже с ноября работать экспортная пушлина. В декабре она станет еще выше на масло подсолнечное. В декабре она станет еще выше. И это начнет очень серьезно сдерживать дальнейшее развитие цен. То есть да, мы двигаемся в сторону 50 рублей. в центре и на юге за подсолнечник. Но вот что касается дальше, то наши расчеты показывают, что несмотря на то, что пошлина она отстает на полтора месяца примерно по подсолнечнику, значит, все равно будет довольно проблематично пробить 50 рублей. просто потому что просто потому что считаться вот это не будет для переработчика и он по таким ценам может и не покупать. Значит, что касается РАПСа, мы о РАПСе не говорим, но если коротко, значит, РАПС в этом году, начиная с этого сезона, в связи с тем, что у нас Европа перестает импортировать, значит, РАПС вышрот, а туда шло свыше 60% нашего РАПСа российского, да, значит, так вот, Европа перестает его импортировать, что-то нужно, где-то нужно искать рынки, реалистичный рынок, это Китай, значит, но, как мы с вами знаем, замарим телушка, полушка, дорог, перевоз, вы попробуйте с европейской территории России прогнать вот этот РАПСовый шок до Китая по сравнению с Европой, это совсем другой транспортный тариф, потом Китай в этом году очень слаб, как бы, с точки зрения импорта, и здесь мы видим довольно серьезные проблемы, и это будет довольно серьезно сказываться на вообще во всем РАПСовом комплексе, значит, по сою, значит, по сою, сложно тут сказать, почему, потому что урожая в Южном полушарии, его пока нету, и мы знаем, что куча случаев в мире, когда все ожидают рекордного урожая от Бразилии, Аргентины, Уругвая и так далее, да, а его по той или иной причине нету, значит, и в этом случае сейчас все падает, как я вам показывал, там, масла растут, а вот широта падают, да, и соя, соответственно, тоже падает, так вот, так вот, если все вот будет так, как сейчас продолжается, то у нашей сои возникает очень серьезный ограничитель в виде мировых цен, в виде мировых цен, которые начнут поддавливать наши отечественные цены, не давать им выходить на, так скажем, оперативный простор, но может случиться так, где-нибудь там февраль-март мы увидим, что в западном полушарии, в южном полушарии, в Америке южной, значит, урожай, оценки урожая снижаются, и в этом случае, да, наша соя, она, так сказать, продолжает стрелять и уходить, уходить куда-то вверх, очень серьезно, особенно это будет заметно, если будет здесь если рубль будет продолжать ослабевать, поскольку наш рынок сои, он очень серьезно продолжает зависеть от курса рубля, если рубль продолжает слабеть, то тогда текущие цены будут совершенно не пределом, они пойдут и дальше, и дальше пойдут вверх. Если коротко говорить, у нас есть еще, наверное, парочка лет в запасе, ну, не у нас, в смысле у аграриев наших, у нас с вами ничего нет, мы просто со стороны, что называется, наблюдаем за этим делом, да, так вот, у наших аграриев, у тех, у кого есть возможность сеять сою и ее выращивать, потому что далеко не у всех такая возможность есть, узок круга этих людей, что называется, потому что это, собственно говоря, юг, который в последние годы, мы видим, страдает от периодических засух, да, центр, в котором свои проблемы, и вот Поволжье, которое постепенно, потихонечку разворачивается, но в Поволжье мы с вами знаем, что есть проблемы, так сказать, соя любит влагу, соя любит, значит, короткие, значит, темные ночи, и соя любит, значит, и соя любит тепло, да, вот, так вот, я думаю, что еще пара лет есть хороших, потому что построенные, продолжают вводиться в силу мощные маслоперерабатывающие заводы, в том числе, они будут работать по суе, и, в общем, пока еще можно, ну, там, условно, безнаказанно, безнаказанно, да, потихонечку увеличивать посевы, тем более, что сильно они уже увеличиваться не будут, потому что, ну, уже естественные ограничения вступают в силу, а потом надо смотреть, потому что может получиться так, что уже будет некий избыток, и еще нужно будет думать, куда это девать. Самое главное, это решить проблему протеина в центре России. С моей точки зрения, это вот сейчас главное, представляется, главное, так сказать, агротехнологическая задача наших соевиков, да, это добиться стабильного и высокого содержания протеина там. Субтитры создавал DimaTorzok